Сменили тренера, футболисты ожидают сезон игр на поле. В преддверии первого официального матча сборная республики проводит больше времени на поле, отрабатывая свои навыки под руководством нового наставника. О том, как игроки готовятся к старту сезона и об изменениях в команде, расскажет Тамерлан Хабхоев. Совсем недавно, вернувшаяся с предсезонной подготовки, наша команда проводит одну из первых тренировок в родных стенах. Как правило, первым делом футболисты совершают небольшую разминку. Так как футбол – вид спорта сопряженный с большим количеством травм, тренер старается, чтобы ребята ответственно подошли к разминке и разогревающим упражнениям. Некоторые игроки, несмотря на свои травмы, все равно пришли на тренировку поддержать друзей. Как, например, лучший бомбардир «Ангушта» в прошлом сезоне Асланбек Конов. Первые игры не очень хорошо получились. Команда только собралась, много новых игроков. Надо было сыграться. Последние игры более-менее получились плохими. Я думаю, скоро начало чемпионата. Думаю, ребята подготовятся. Нормально будет. Все хорошо. Предсезонная подготовка и сборы у нашей команды проходили в Кисловодске в два этапа. Там игроки «Ангушта» проводили товарищеские матчи с местными командами для подготовки к сезону. Во время второго этапа сборов к команде присоединился ее новый главный тренер Валерий Заздравных. В прошлом игрок высшей лиги чемпионата России Валерий Петрович теперь приехал в Ингушетию обучать футбольному мастерству и тактике наших ребят. Контракт с тренером пока не подписан, поэтому и больших планов Валерий Петрович строить пока не хочет. По словам помощника главного тренера Исима Архиева, знакомство команды с новым тренером проходит хорошо. И к предстоящему старту сезона ребята будут готовы на 100%. В принципе, поработали хорошо. На второй сбор к нам присоединился новый главный тренер Заздравных Валерий Петрович, который поработал в командах. Динамо Махачкала, Динамо Ставрополь, Машук Пятигорск, который знает свою работу. Он познакомился с командой. В принципе, поработали мы неплохо. Сыграли два, на последнем сборе сыграли два контрольных матча мы, хотя оба сыграли ничью, но в принципе он доволен командой. Сегодня команда занята упражнениями на развитие реакции и выносливости. Такими, как игра в одно и два касания или розыгрыш мяча перед штрафной с двумя-тремя игроками. Это нужно для того, чтобы ребята были сыграны между собой, ведь за прошедший год нашу команду покинул ряд ее ключевых игроков. Несмотря на это, команда и тренерский штаб уже нашли им замену. К примеру, на позицию вратаря уже есть несколько достойных кандидатов, в том числе и местные ребята. С прошлого года у нас ушло 12 человек. Это так серьезная потеря, можно сказать. Но ничего страшного не случилось. Мы молодежь местную набрали в Ингушетии. Очень много молодых перспективных ребят. Есть у нас и приглашенные футболисты, вратари, защитник, пару защитников. Так что команда не унывает. Мы уверены, что мы выступим неплохо в этом сезоне. Первый свой официальный матч в этом сезоне команда должна провести в одной 128-й финале Кубка России 24 июля против команды из Пятигорска. А уже 28 числа стартует первенство профессиональной футбольной лиги, где наша команда на выезде сыграет против Краснодарского Афипса. К будущей игре ребята подходят ответственно и надеются начать сезон с победы, чтобы порадовать как своих болельщиков, так и всех поклонников этого прекрасного вида спорта. Томилан Хомхоев, Адам Далаков, Новости 24. Такова информационная картина уходящего дня. Оставайтесь.